Привет всем! Сегодня у меня для осмотра сарафан из гофре ткань гофре я шила из подобной дочери и еще остаток был и получился и мне вот значит здесь он сарафан с одним швом по спинке дочери мне кажется я делала по бокам швы у меня один шов раскраивала в общем у меня был такой прямоугольник подготовила я по длине сарафана какой я померила на себя правда потом я обрезала по низу но там и незаметно он не сатается и там небольшой кусочек я отрезала можно было и не отрезать буквально наверное сантиметров 20 но в общем вот строго резала по этим линиям вертикальным с одной стороны срезала с другой стороны и совместила потом я сложила на столе вот все эти чтобы складочки даже по сгибу точно так же и дочери сарафан я кроила и сложила так чтобы не растягивая складочки самое главное по бедрам проходить вот не растянутом виде когда шить гофре или плесе а чтобы свободно лежали иначе они вздыбятся и будут очень некрасиво и наоборот будет делать больше объем вот поэтому они должны вот так свободно лежать но этот манекен он маленький по сравнению со мной но и в общем я раскраивала полотнище брала плюс 8 сантиметров кажется где-то свобода была по бедрам потому что в облипку как бы такие вещи не шьются никаких выточек ничего не должно быть здесь нагрудная выточка осталась немножечко я ее здесь вот поближе вот так я складочка до складочки все сложила здесь это у меня помада я уже его не раз одевала вот и в общем сейчас я сзади покажу вот так сзади более глубокий вырез конечно вот такие фигурные линии здесь бы лучше по прямой было потому что в этом месте потом немного как пузырится вот даже думаю может быть здесь перестрочить все равно я все ношу поверх самрафана в открытом виде он не будет у меня никогда до бедер во всяком случае до талии вот здесь проходит шов в общем сметывала так чтобы не нарушался рисунок вот ну его практически не видно этого шва потом потом когда я сметала этот шов я сама смоделировала эти вырезы все сарафан здесь ничего отрезала вверх фигурно и оставила так предполагалось я один раз и надевала длину почти до косточки не почти а до косточки но потом обрезала мне почему-то не захотелось по ступенькам поднималась надо приподнимать а если руки заняты то ты наступаешь на сарафан ну в общем взяла и отрезала ну вот но вот по поводу здесь окантовала шелка пошив очень легкий правильно раскроить правильно рассчитать никаких выточек вот вот так юбку можно было бы на резинку взять по талии а там бы оно уже по фигуре как бы ложилось или можно подобрать по фактуре по цвету какую-то ткань и до линии бедер с той ткани а от линии бедер пускать вот эту гоферованную или другую ткань в склады ну плессировку я собираю шить плессированную юбку и уже подобрала ткань буду ну не на самих бедрах а где-то на высоте 10-12 сантиметров от талии уже пускать плессировку а там будет ткань компаньон я я его одевала с этим палантином на кто на инстаграме уже неделю назад видели этот образ именно с палантином шелковым я фотографии выставляла ну я не скажу что я была в восторге но в основном и писали и мужу понравилось вот такое решение накрыть плечи палантином можно еще какой-то из какого-то кружева что-нибудь шить болеро вот однотонного кружева ну в общем вариантов может быть много когда шила предполагала что я буду носить носить с этой курткой мне нравится да сейчас уже не первый год кружево с кожей носят или с пальтом пальто шерстяное или еще какое-нибудь вот и в общем я предполагала что я буду носить и ношу сейчас похолодало уже несколько раз я одевала тем более здесь вот такие коричневенькие цветочки есть очень хорошо смотрится это кожа искусственная крэш вот сжатая такая эта куртка у меня идет почти ко всем платьям какие в моем гардеробе когда шила даже и не думала эту блузку соединять ну эту рубашку соединять с этим сарафаном она висела у меня в прихожей я ее носила с брюками и мне захотелось так вот прикинуть думаю мне кажется неплохо будет одела и мне так понравилось кроссовки я одеваю вот этот сарафан а сверху платье то есть не платье это рубашка вот с джинсой отделка из старых брюк и сразу становится такой уличный наряд спортивный даже несмотря на то что как бы сарафан ну не относится к нарядным изделиям но не спортивный во всяком случае стиль у сарафана наверное у любого этот сарафан был задуман у меня месяца два назад и именно к нему я собиралась шить рубашку удлиненную такую и когда распаковка была у меня я показывала отрез вот этот с которого я буду шить рубашку и говорила что на один задуманный мной проект но потом со временем у меня появилось шитье белоснежное и я наверное дня три прикладывала уже сарафан был готов и то и это ну в общем долго я решала с чего же шить ну и в общем то что было задумано эту рубашку я отложила на будущее буду обязательно жить это сорочечная ткань и сшила я себе из белого шитья хотя хотя теперь когда я смотрю думаю что вот это была б сорочка больше подходила ну в общем ну и та неплохо так сказать но это там ткань формоустойчивая шитье и такая жестковатая все таки вот я видела образ что сорочка будет тонкая вот форму не будет держать просто будет красиво провисать оверсайз большая широкие рукава ну в общем такой чтобы был расслабленный летящий образ и сарафан и в общем и рубашка чтобы она была без выточек не по фигуре но в общем ну что сейчас уже есть то есть это сарафан он я ношу его на подкладе там вот из шелка и еще раз хочу подчеркнуть что затягивать его ни в коем случае нельзя ну не сарафан а эту ткань вот сейчас секунду вот я попробовала затянуть по бедрам но ткань фактура ее просится в ту форму в которой она была сделана вот складочки они книзу будут их нельзя растянуть и получится так что бедра обтянутые а книзу вот будет такой эффект узкая будет ну может кого-то устраивает но швы если не по ровному строчить швы будут конечно резанные вот эти все линии будет некрасиво я не знаю как их там сделать чтобы они были красивыми ну плесе гофре их надо вот по этим линиям это есть можно на заказ делать выкраиваете солнце полусолнце клеш какой-нибудь колокол например и сдаете в ателье или самостоятельно заготавливаете форму делаете плесировку вот такая плесеровка она по бедрам ложится и по талии растянутые складочки а книзу они разные ширины и сверху возле талии и книзу расширяются поэтому такая юбка у меня когда-то финская была давно в 80-е годы она абсолютно другая там плесеровка чем вот по ровному такие складочки которые ну должны вот так и лежать как они заложены вот так ровненько должны лежать никаких выточек нет выточки можно сделать но потом результат я думаю не очень будет радовать ну и платье рубашка из шитья отделка натуральный шелк вот он казался таким белым когда ну в куске в ткани но это шитье белоснежное поэтому он кажется таким желтоватым но мне не нравится что оттеняет значит что по нему можно сказать и воротник там сорочечный вот идет пуговицы конечно ну я не знаю я покупала думала чтобы они не сильно заметны были простецкие такие покупала но возможно надо бы другие как бы не похожим быть на медработника что-то я когда шила не думала а когда я шила думаю ну как халат медработника вот белая всегда но в моем гардеробе чисто белого платья нет значит как шито швы вот эти боковые и плечевые они закрытый шов низ обработан этим тонким бакистом здесь окантовка тоже бакистом на рукаве мне не с чего было там бакист окантовка понизу тоже бакист здесь бакист окантовка идет здесь планки никаких отстрочек нету все это с изнанки я вручную воротник вот здесь и планки все подшивала вручную в боковых швах можно было бы сделать карманы но они будут как бы видны будут провисать если настрачивать ну в общем я не рискнула решила пусть будут без карманов рукава думала планку сделать понизу что там только не думала и оставила так мерила мерила вот думала присобрать здесь рукав немного он такой широкий он вообще-то это с последнего номера восьмого борда я взяла выкройку и рукав длинный там застежка красивая разрез двухшовный еще и рукав но у меня другой и не получился я и так еле выкроила вот этот рукав такой длины больше не получалось ну хотела планку сделать вот как по ширине такую планку сюда и присобирала и не присобран просто как удлинила нет мне ну не понравилось в общем оставила я вот в таком варианте этот рукав ну все кажется больше ничего не могу сказать по поводу этой рубашки там выкройка идет сзади кокетка и здесь встречная или односторонние складки как на рубашках я убрала кокетку у меня складки вообще не идут в любом изделии а здесь еще такое если бы мягкое изделие было то еще можно было бы как бы заложить складочки а на этой ткани они будут торчать полочка у меня по длине не проходила и я вынуждена была делать кокетку и как-то оправданным чтобы было сделала эти клапаны хотя можно было наверное и карманы но мне карманы как-то не хотелось мне не хотелось чтобы шелк вот такими был пятнами большими а чтобы было вот именно планки это узкие воротник небольшой ну в общем вот такая получила у меня рубашка или платье рубашка она я еще не меряла но возможно с этим сарафаном я не знаю буду я носить или нет но к белым брюкам и к белому топу думаю стопроцентно подойдет я обязательно померю дальше я на себе покажу все эти варианты с сарафаном и с белыми брюками и топом хоть к сарафану это не будет относиться но уже в одном ролике сделаю сарафаном Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры 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 DimaTorzok